Говорящие роботы, 3D-принтеры и многое другое, что чуть дальше от Москвы, еще недавно воспринималось ледвали не как фантастика, теперь становится привычным. В рамках реализации национального проекта образования в сельских школах работают классы нового поколения, которые получили название «Точка роста». В них ученики могут изучать передовые технологии и развивать свои таланты. В нашем округе один из таких классов был открыт в 2021 году на базе школы номер 28 в Огудневе. На занятиях ученики конструируют различные автоматические устройства, ставят химические опыты. О скучных уроках здесь давно забыли. На уроке мы побывали в химической лаборатории, где провели эксперимент. Мы также собирали мозаики, на которых был изображен Ломоносов. Мы провели физкульминутку словами, которые Ломоносов использовал в своей речи. Урочная деятельность включает три основных направления, а также разнообразные внеурочные занятия. Они проводятся не только для учеников основной и средней школы, но и для младших классов. Среди них особенно популярны занятия по робототехнике и естественно научным дисциплинам. Я сам закончил эту школу и решил прийти сюда уже в должности учителя, педагога. Сейчас я веду внеурочную деятельность по робототехнике. В среднем процентов 40-60 класса приходит ко мне на кружок. Всем нравится, все довольны. Внедрение оборудования цифровой лаборатории центра «Точка роста» позволило качественно изменить процесс обучения. Об этом рассказали на региональном семинаре организации и проведения на базе «Точка роста» учебных занятий урочной и внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности обучающихся. Стажировочная площадка, работающая по теме реализации сетевого взаимодействия, формирования функциональной грамотности обучающихся – это прежде всего огромный комплекс деятельности, который построен не только на учебный процесс, но и на внеурочную деятельность. В рамках семинара участники познакомились с использованием цифрового оборудования «Точка роста» и провели диагностику сформированности функциональной грамотности обучающихся. Программа также включала мастер-классы и открытые уроки по различным предметам. Впечатлил новый подход, который сформирован педагогами. И этот подход очевиден в том, что дети проявляют свои знания, дети могут показать новые компетенции, дети реагируют на учителя, они слышат его задачи, которые поставлены в начале урока. И, конечно же, в процессе своей деятельности дети открывают новые знания. На территории Московской области с начала реализации федерального проекта уже открыто более 400 центров «Точка роста».